МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главной отличительной чертой Александра Лукашенко, как, наверное, и любого другого диктатора его пошиба, является мелочность. Строящий себя мудрого и благодетельного отца нации, на деле белорусский узурпатор ведет себя как мстительный тупой гопник. К двум годам тюремного заключения так называемый суд советского района Минска приговорил футболиста и спортивного журналиста Александра Ивулина. Он был задержан в собственной квартире еще летом прошлого года, приговорен к 30 суткам ареста, якобы за демонстрацию национального бело-красно-белого флага. Но на свободу после отбытия этого срока так и не вышел. Как выяснилось, лукашенковские псы все это время срочно лепили парню новое обвинение. Что там придумали эти следователи, непонятно. В нагромождении юридических, а скорее даже псевдо-юридических терминов теряется сама суть преступления, которое якобы совершил журналист. Единственное, что более-менее понятно, так это вывод, на основании которого прокурор потребовал приговорить обвиняемого к двум годам тюрьмы, а судья это требование тут же исполнил. Ивулин был признан виновным в организации, далее цитата, «деятельности, явно направленной на нарушение общественного порядка». Конец цитаты. За что на самом деле поплатился Ивулин, так это за свою профессиональную деятельность. На своем ютуб-канале и на сайте Трибуна он выкладывал интервью со спортсменами, которые в том числе высказывались в поддержку протестующих против режима Лукашенко. Два года тюрьмы, за несколько роликов в интернете и пару страниц текста с цитатами, даже не собственными словами, людей, высказавшихся за демократию, за свободу, за прогресс. И, к сожалению, Александр Ивулин далеко не единственный журналист, отправившийся в лукашенковскую тюрьму просто за то, что выполнял свою работу. Вместе с ним за решеткой находятся сразу 20 репортеров, операторов и редакторов белорусских СМИ, не угодивших режиму. По два года тюрьмы получили журналистки Белсата Катерина Андреева и Дарья Чульцева только за то, что вели прямой эфир с гражданской панихиды по забитому ментами насмерть демонстранту Роману Бондаренко. Этот прямой эфир, в ходе которого никто даже не назвал Лукашенко убийцей или палачом, следователи и судьи посчитали настолько опасным, что отправили двух девушек в колонию. Они до сих пор за решеткой. В тюрьме сидит и их коллега по каналу Белсат, ученый-философ, а заодно и телеведущий Владимир Мацкевич. Поплатился Мацкевич за свою проевропейскую позицию. Он последовательный сторонник сближения Беларуси с Евросоюзом, а не сдичающий на глазах России. Этого своего отношения к соседям Беларуси он никогда не скрывал, а потому тоже был признан виновным в деятельности, явно направленной на нарушение общественного порядка. Все эти и бесчисленные другие примеры преследования людей лишь за их позицию – это самое яркое проявление политики Александра Лукашенко. Закомплексованный узурпатор, поссоривший страну со всем миром, укравший выборы и в очередной раз перекраивающий под себя конституцию, больше всего ненавидит и боится тех, кто имеет смелость хоть намеком, хоть жестом, но дать понять, что король голый. И не просто голый, а еще глупый, жадный и жестокий. Дорогие автомобили, дизайнерские костюмы и бесчетные резиденции не могут скрыть сути узурпатора. Лукашенко – мелочный и мстительный, одержимый комплексом самозванца «Дурень». Он любит называть себя, якобы в шутку, диктатором, а его обслуга из кожи вон лезет, доказывая, что просвещенная диктатура всяко лучше близкой к анархии демократии. Но дело в том, что просвещенная диктатура – это просто книжный вымысел, красивая ширма для гадких делишек, по крайней мере, если речь идет о 21-м столетии. В наше время любой враг настоящей демократии заодно является и врагом прогресса, врагом здравого смысла, врагом собственного народа. Да и в конце концов вряд ли найдется что-то более противоположное друг другу по смыслу, чем Лукашенко и просвещение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА